20 минут о красивой жизни, приятных людях и интересных событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Мейкап-тренды этой осени – морозный румянец, темные губы и серебристые текстуры теней. Как это все применить на практике, рассказывает Юлия Демшина, официальный визажист конкурса «Новая волна» в городе Сочи. Мы макияж начинали с увлажнения кожи, с подготовки кожи к нанесению макияжа, чтобы кожа была ровная, полощенная, ухоженная. И дальше мы использовали увлажняющий крем с коллагеном. Он, тональный крем, он прекрасно увлажняет кожу и выравнивает текстуру, придает такое дорогое свечение, сияние кожи. Затонировали и дальше мы подсвечиваем лицо. Лицо подсвечиваем мягкое свечение, мягкая растушевка, воздушные движения кистью. То есть не старайтесь давить на кисть, мягко наносите продукт, слегка наслаивая его по мере надобности. Этой осенью актуально, как никогда, свежий морозный румянец. Если у вас нет времени долго гулять по лесу и зарабатывать его, да, то вы можете добиться холодными оттенками румян. Я в работе обычно использую не одни румяна, а два-три оттенка. Они так лучше подстраиваются. И румяна делают более яркими радужку глаз. Вот сейчас у нас у модели стали очень-очень голубые глаза. Сейчас мы создали легкий дневной макияж, освежающий такой фреш-образ. И теперь мы будем его трансформировать в вечерний макияж. Слегка смачиваем кисть в мицеллярном растворе. Набираем тени. Они более пигментированные, становятся более яркие. Здесь важно использовать мицеллярную воду не на спиртовой основе. Читайте состав. Именно мицеллярная вода поезе, она еще и с пантенолом. Поэтому она прекрасно для этого подходит. Макияж мы создавали очень легкий, освежающий. Этот макияж сможет повторить любая девушка. В нем использовался и мягкий хайлайтер с эффектом свечения, и освежающий румянец. Был исключен жесткий контуринг, который сейчас не актуален. Какие тенденции использовались? Это серебряные оттенки теней, свечение, холодный румянец, шоколадные оттенки губ. На губах мы использовали два продукта – коричневый карандаш и розовую помаду. То есть вы сможете намешать ее самостоятельно любой оттенок, от светлого до темного. Самая распространенная ошибка в макияже – неподходящий оттенок тонального крема. После нанесения происходит реакция продукта с воздухом. Тон подбираем, мы наносим на челюстную косточку. Можно еще нанести на шею, на два участка. И ждете минутку-две. Смотрите, он слился с вашей кожи, либо стал как раз наоборот – более оранжевый, более розовый. Тогда, естественно, он вам не подходит. Если он идеально с вами слился, то все, стоит его покупать. Тенденции модных макияжей заимствуются из подиумных образов, но прекрасно адаптируются для повседневной жизни. Отдельные элементы могут применяться вне зависимости от возраста и типа внешности. Это Beauty Time – программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Ухоженный мужчина всегда ассоциируется с успехом, а забота о своем внешнем виде не должна ограничиваться посещением мастера один-два раза в месяц. Некоторые несложные манипуляции можно проводить и самостоятельно. Главное – спросить у специалиста, как правильно обращаться с различными девайсами и косметическими продуктами. Профессионалы всегда знают больше даже о таких элементарных вещах, как мытье головы. Обязательно сначала волосы смачиваем, после чего немножко выжимаем. Берем шампунь. Достаточно одного нажатия. Наносим на руки, растираем его в ладонях, чтобы была на руках пена. И начинаем мыть не волосы, а кожу головы. Для волос достаточно только пены. При этом мы вымоем и кожу, и волосы. Варианты укладки зависят от того, как волосы высохли после мытья и каким стайлингом их оформили. Если мужчина хочет сделать объем в области челки, не обязательно использовать фен. Можно приподнять челку и оставить ее высохнуть естественным путем. Только после полного высыхания нужно использовать стайлинг. Если мы используем фен, в домашнем варианте можно сделать это все руками. При этом оттягивая челку чуть-чуть, не назад, чуть-чуть вперед. И в таком положении сушить ее феном. За счет этого создастся вот такой небольшой кок. Что позволит уже без укладочного средства удержать укладку в таком виде. Более рафинированный элегантный вид можно создать с помощью пены или геля для волос. Пудра это сухой продукт, который наносится непосредственно на волосы. И не просто на волосы, а именно на корень волоса не сыпется. А вот таким постукаванием распределяется на корни. За счет этого создается такой матовый эффект. При этом волос приподнимается. Еще один вариант укладки в этой стрижке. Мы смачиваем волосы, чтобы вода именно смочила корни. После чего можно использовать либо пену, либо гель для волос. Лучше использовать гель для волос. Средней фиксации. Для того, чтобы сразу не залепить волосы. Гель наносится также на все волосы. Начиная либо с серединной, либо с затылка. После чего мы передвигаемся к челке. После чего расческой прочесываем и в таком виде даем средству высохнуть. И получается у нас такой классический деловой вариант. Профессиональное оформление бороды и поддержание формы в домашних условиях – тема отдельного разговора. Но вот один лайфхак от мастера. Когда в домашних условиях используется шевер, чтобы не было раздражения, можно наносить на сухую кожу еще тальк. Наносим тальк. Вбиваем его в волосы. После этого только можно избривать машинкой. Это дает защиту кожи, убирает процент раздражения. Кожа после чего не краснеет. Мужской вариант заботы о внешности гораздо более лаконичный в сравнении с женским. Минимум косметических средств и научиться обращаться с ними не так уж сложно. Студия красоты Гуфа. Подготовим к работе и празднику за один час. Гуфа. Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд 44-го до 60-го. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК Горки, 2-й этаж. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Наша Таня громко плачет. Для ВКонтакте будет так. Наша Таня громко плачет. Таню бросил взрослый мальчик. Потому что малолетка. А какой же он мудак. Теперь она не только пишет стихи, но и песни. За тот год, что челябинцы не виделись с Юлией Соломоновой, в ее творчестве произошли изменения. Одна песня уже вышла. Композитор Олег Паков исполняет Татьяну Буланову. Причем в детстве Татьяна Буланова была моя любимая певицей. У меня была кассета с двух сторон, записанная песней «Только ты». Я могла ее слушать просто бесконечно. Одна сторона заканчивалась, я переворачиваю. У меня там еще целая сторона. Это мы сейчас можем на репит поставить. Тогда технологии были другие. И поэтому я, конечно, счастлива, что моя любимая певица детства исполнила песню на мои стихи. Мы ждем. Ждем ее на всех радиостанциях. Она называется «Прости мне не проститься». Это очень грустная песня. Но музыка не грустная. Музыка такая клубная. В наш век социальных сетей поэту проще выйти на читательскую аудиторию. Не надо проходить худсоветы или договариваться с издателями. Да, легко, наверное, проснуться знаменитым. Это же популярность, к сожалению. Да. Вот этот, сохранить вот этот вот свой популярный контент, это, ну, сложнее всего. Можно выстрелить. Один раз. А в дальнейшем? Нужно же остаться в истории. Вы знаете, совсем не проще, чем раньше. Всегда было одинаково. Просто раньше были литературные журналы. Нужно было напечататься в литературном журнале. Вот ты напечатался и уже стал известным. А сейчас нужно не просто выложить стихи в интернет. Нужно, чтобы все-таки прочитали эти тысячи. И для того, чтобы это произошло, нужно не одни стихи выложить, а очень много стихов. И главное, не нужно ждать. Вот я сейчас вот выложу эти свои стихи, они у меня гениальные, и прославлюсь. Нет, так не бывает. Нужно писать. В первую очередь это, наверное, творчество, а во вторую очередь уже слава. Иногда ее не бывает, иногда она бывает. Ну и главное, что когда спрашивают, а вы чувствуете славу? Ее-то не чувствуешь. Это вот если раз, и ты чувствуешь запреподнятое настроение, как от шампанского. Такого нет, наоборот. Ответственность повышается. Чем больше человек тебя читает, тем выше ответственность. Знаете, честно скажу, сейчас в последнее время практически не читаю, как всегда, работа, работа, дети. Поэтому с удовольствием хожу на такие мероприятия, хоть где-то можно приобщиться. Для современного поэта важно быть актуальным и мгновенно реагировать на происходящее в обществе изменения. Мне нравится писать на новые темы. Я же современный поэт. Любовь – это, конечно, вечная тема, но даже в любви есть новое. Это общение людей через интернет, через социальные сети. Вот Тиндер, например. Вы знаете, что такое Тиндер? Я недавно узнала, меня это поразило, что сейчас есть этот Тиндер, и я даже его тут же вставила в стихи. Как только я узнаю что-то новое или мне удается сформулировать какие-то новые нравы, я обязательно об этом пишу стихи. Поэтому у меня очень современные стихи. Поэт – это, конечно, отражение эпохи. Почему? Потому что его стихи – это ответ на реальность. В стихотворениях Юли можно действительно найти что-то смешное, что творится сейчас с женщинами, в том числе с отношениями между мужчиной и женщиной. Можно найти какую-то боль, которая происходит сейчас в мире, в стране, в душе каждого человека. И это и есть свидетельство того, что да, это зеркало. Ее стихи очень прямолинейные, живые, современные, и так манят их. Слушайте, слушайте еще. Я очень скользь знакома, и поэтому я сегодня именно хочу сделать вывод какой-то такой, ну, общий. Литературный квартирник сегодня – это не посиделки с гитарой на кухне. Это настоящее светское событие. Спектакль на малой сцене, и спектакль на большой сцене, и спектакль в ресторане – это абсолютно разные спектакли. Вот сейчас у нас не спектакль на малой сцене, а спектакль в ресторане. Это светский раут. Все придут выпить шампанского, показать свои наряды. То есть это бал. Бал. А я такой придворный. Придворная поэтесса. Держись. Это еще начало. А впереди вся жизнь. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Теоретики моды характеризуют кэжуал как повседневный стиль одежды с акцентом на удобство и практичность. И в рамках этого широкого направления можно создавать самые различные образы. Идею повседневной женственности выражает платье. Трикотажное, комфортное, очень практичное. Оно меняет свой характер в зависимости от того, в каких сочетаниях подается. Совсем другое настроение у трикотажно-джинсовых сочетаний. В них меньше изысканности, зато больше динамики. Помимо пуловеров и кардиганов, в этом сезоне дизайнеры предлагают вариации на тему понча, палантины с рукавами и накидки с завязками. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. В честь 20-летия. В Тесуре скидка 10% на все. Только две недели. Салон ткани Тесура. На Тимирязева 26. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирова 159. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «Ноу Коммент» в завершении выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Все выпуски «Бьюти Тайм», новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу «Бьюти Тайм» нижнее подчеркивание «ТВ». А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда «Бьюти Тайм ТВ» благодарит партнеров проекта «Модный дом. Я», студию макияжа «Френды» и мидж-студию «Елены Ивановой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова